Волнистые попугаи Также эта тема подойдет для канареек. Мы сегодня будем непосредственно за волнистых попугаев в беседу вести. Значит, кто меня спрашивал? Вот, друзья, отвечаю на ваш вопрос. Приобретаем изначально пару волнистых попугаев. Желательно с переноской все это дело поехать приобрести. Можно, конечно, с картонной коробкой, но картонная коробка может где-то нечаянно придавиться, где-то нечаянно открыться. Попугаи могут прогрызть картон. Поэтому лучше вот такие вот переноски. Сюда вы можете поставить поилку. И птица будет ехать. У нее будет вода и корм. То есть это более благоприятные условия для перевозки птиц. Итак, привозите вы домой пару попугаев. Я сейчас вам постепенно все покажу. У вас должна быть такая хорошая клетка. Ну, для пары. Можно больше, можно меньше. У клетки оборудована поддоном. Поддон вскрыт специальными материалами, которые устойчивы к влаге. То есть можно потом мыть, влажную уборку делать без проблем. То есть вот такие поддоны, они лучше, чем пластиковые. Вы застилаете бумагу. Это может быть как обыкновенная чистая бумага, как могут быть уже использованные там, допустим, заявления. Различные всякие. Застилаем. Все, мы застелили поддон. Это для того, чтобы здесь собирался помет. Ну и можно через, допустим, через два дня, через три дня. Эта бумага будет уменять. Кто-то может песок насыпать. Но опилки я не советую. Вот, смотрите, друзья. Задвигаем поддон. Все, задвинули. Здесь у нас есть жердочки. Здесь четыре жердочки. Можно повесить качельку, можно повесить разные игрушки. У кого есть желание приобрести подобные вещи, можете звонить по телефону, писать на WhatsApp. Я с удовольствием вам и клеточку такую сделаю для ваших питомцев, и переноску сделаю. Ну, в общем, по порядку. Так, клетка, значит, оборудована. Здесь есть кормушка. Удобным образом. Вот так раз, прям вообще одной рукой. Повесили. Здесь есть, закрывается на два таких небольших замочка. Главное, если попугай может открыть просто, поэтому два. Канарейка может и с одним обойтись. Здесь удобным образом ставится поилка в любое место. Все, ваша клетка готова. Кормушка есть, поддончик застелили, водичка есть. Теперь берем попугайчиков. Легким движением руки пересаживаем. Берите прям в руки, не бойтесь. Плюсская птица будет у вас спокойная. Вот, одного пустили. Полетел. И второго. Попугаи могут быть в любой расцветке. Я выбрал, какая мне очень понравилась. Вот, пожалуйста. Перед нами, значит, пара попугаев. Это малыши. Когда паре будет год, допустим, или полтора, в общем, когда птица станет половозрелая, и у вас появится желание разводить, то есть получать птенцов, вам понадобится вот такой вот домик. Смотрите. Такой вот домик для волнистых попугаев. Сделан из фанеры. Здесь есть крышка. Удобно смотреть, наблюдать, когда будет первая кладка, когда появятся птенчики, как самка будет за ними ухаживать. В домик мы насыпаем опилки, стружку. Небольшой фракции, примерно 10 на 10, там 5 на 5, но не пыль. Вот. Все. Вы открываете. Насыпали сюда опилок. Отпустили эту крышку. Затем клеточка у нас оборудована дополнительной дверкой. С правой стороны или с левой стороны. По желанию клиента, дверка может быть слева, справа, также может быть на парадной стороне дверки. То есть можем здесь повесить домик, можем здесь повесить домик. Домик удобно вешается вот такими вот кронштейнами, крючевочками. В общем, смотрите. Вешаем сюда. Все, домик мы закрепили. И все у нас готово к разведению. Пожалуйста. Поддон загрязнился. Мы его легко вынули. Бумагу поменяли. Задвинули. Прекрасно. Друзья, если вам понравилась подобная клетка, пишите на WhatsApp, заказывайте. Отправляем по всей России почтой. Вот данная клетка у нас улетает в находку. В добрый путь, как говорится, чтобы у человека все хорошо сложилось. Сегодня мои попугаи новоселье справляют. Вот видите, как каждый выбрал удобную для себя жердочку. Кстати, я вам рекомендую жердочки использовать с корой. Это просто деревья в моем саду. То есть, вишня, черешня, груша. Жердочки можно менять раз в месяц, раз в два месяца. Ну, то есть, как кора будет очень слишком старенькая, можно менять. Это полезно менять жердочки. Если вы обладаете гладкими белыми жердочками, ну, ничего страшного. Постарайтесь тоже поменять их со временем на такие жердочки с корой. Очень полезно. Вот так вот выглядит габарит этой клетки. Значит, высота у нас 50 сантиметров, длина у нас 60 сантиметров и ширина клетки 35 сантиметров. Друзья, ставим лайки, подписываемся на канал, заказываем клетки. Всего всем хорошего, удачи, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok